Давайте вспомним защитников Отечества, героев танковой армии. Шок Николай Васильевич, участник Великой Отечественной войны, наводчик орудия 1990-го зенитного артиллерийского полка, герой Советского Союза, сержант. В районе населенного пункта Пословицы 15 января 1945 года батарея подверглась атаке двух пехотных батальонов с танками, используя зенитную пушку для стрельбы. Бесстрашный артиллерист лично уничтожил танк и много гитлеровцев. Барабанов Петр Иванович, советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, командир взвода 28-го танкового полка, офицер, гвардии лейтенант. Барабанов в период 26 марта по 3 апреля 1944 года в составе разведгруппы совершил рейд в тыл противника. Разведгруппа вышла к реке Днестр в районе сел Демшин, Студеница и нарушил переправу противника. За время рейда по тылам противника ему был нанесен большой урон. Белов Евтихий Емельянович, советский военный деятель, генерал-лейтенант танковых войск, герой Советского Союза. Его танкисты прошли за трое суток сотни километров и утром 9 мая 1945 года первыми ворвались в Прагу. Быков Леонид Тимофеевич, герой Советского Союза, командир танка 28-го танкового полка, гвардии лейтенант. Последний бой Быков провел под самым Берлином, из которого его вынесли с перебитыми ногами. В госпитале Быков узнал о победе. Дикеев Виктор Сергеевич, генерал-майор Советской армии, участник Великой Отечественной войны, герой Советского Союза. В числе первых с группой разведчиков и радистов переправился на левый берег Одера и огнем своей батареи поддержал стрелковые части, захватившие плацдарм на западном берегу реки. Зыль Василий Константинович указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года заумело командование артполком и проявление при этом мужества и героизм. Гвардии подполковник Василий Зыль был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медаль «Золотая звезда». Тержнев Тагир Калюкович, советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, герой Советского Союза, гвардии старший сержант, 25 января 1945 года гвардии старший сержант с пятью разведчиками своего взвода по сильным огнем противника фальсировал реку в районе населенного пункта Тёбан, блокировал два вражеских дота, захватил плацдарм на западном берегу и в течение шести часов удерживал его. С рассветом на захваченном разведчиками плацдарм благополучно переправились остальные части бригады. Лилюшенко Дмитрий Данилович, советский танковый и общевойсковой военачальник, генерал армии, дважды герой Советского Союза. 29 марта 1944 года Лилюшенко вступает в командование 4-й танковой армии, которая участвует в Львовско-Сандомирской, Восточно-Карпатской и Висло-Одерской операциях. За выдающиеся боевые успехи и массовый героизм лично состава армии в марте 1945 года получила гвардейское звание. Самому же командарму за отличное действие в этих операциях было призвоено звание дважды Героя Советского Союза. Смирнов Виталий Степанович Участник Великой Отечественной войны Гвардии, полковник Советской армии Герой Советского Союза В январе 1945 года Смирнов командовал пулеметным взводом. 26 января Он и три десятка бойцов перебрались через реку Одер и завязали бой за город Штейна. При этом Смирнов был ранен в колено, но, перебязав его, продолжал командовать. Фомичев Михаил Георгиевич Советский военачальник, дважды Герой Советского Союза, генерал-лейтенант танковых войск. На рассвете 9 мая 1945 года танковая бригада под командованием Фомичева первая ворвалась с боями в оккупированную Прагу. За успешные боевые действия бригады при штурме Берлина и освобождении Праги награжден второй медалью «Золотая звезда». Мы не забудем наших героев! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова